В 2020 год в Сарове отмечен пропажа ветерана в НЕФ Вячеслава Линника. Его бесследное исчезновение потрясло жителей маленького закрытого города. Вячеслава Михайловича искали много дней. Даже когда ударили морозы, родственники и волонтёры не прекращали поиски. Но зацепок до сих пор нет. Ещё один пенсионер Евгений Наумов 28 декабря прошлого года ушёл из дома на улице Советской и не вернулся. Ориентировка на него появилась только в середине января, когда родственники обратились в полицию. Тогда же к поискам подключились волонтёры. Но все усилия пока напрасны. Как бы была очень поздно дана информация о пропаже. Это очень много времени прошло. То есть если человек, ну бывают такие случаи, что человек пропадает, родственники быстро реагируют на это. И проходит буквально 2-3 часа человек найден. Отряд рыс-саров сформировался в октябре. До этого его участники, в том числе и наш собеседник, были задействованы на других поисках. Сергей, например, начинал с поисков пятилетней Зари Навгоновой. Девочка заблудилась в лесу в Вознесенском районе в марте 2019 года. Тогда её искали буквально всем миром. Девочка нашлась живой. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Как и при любых поисках, всё происходило по определённому алгоритму. Сначала пишется заявление в полицию, потом звонят на горячую линию нашего центра, поисково-спасательного центра Рысь. Далее инфоркт начинает собирать информацию о пропавшем человеке. Когда пропал, какие обстоятельства там выясняют. И уже начинают собирать сбор на поиск. После этого формируются экипажи, делается сетка, по которой поисковики обследуют местность. В Сарове не один поисковый отряд. Помимо Рысь, куда входит 52 человека, есть ещё поисково-спасательный отряд «Волонтёр» и кинологический отряд «Саров». На всех поисках в черте города и за его пределами добровольцы работают сообща. Спасение потерявшегося человека – командная работа. Никто не старается перетянуть одеяло на себя. Поисковики обращают внимание, что заблудиться можно даже в знакомом лесу. Таких случаев немало. Собираясь на прогулку в лес, сообщите родным, куда именно вы идёте. Наденьте яркую одежду, возьмите мобильный телефон, запас еды и свисток. Часто обессилив, человек уже не может громко звать на помощь, но может подать сигнал свистком. Екатерина Опёнова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.